А в Актюбинской области глава крестьянского хозяйства почти год ждет установки ветрогенератора. Участник государственной программы стал жертвой недобросовестного подрядчика. Пока с последним разбираются уполномоченные органы, люди вынуждены жить по старинке. В ситуации разбиралась Елена Устимович. Старенький бензиновый генератор остается единственным спасителем для Лёли Сон. Ее крестьянское хозяйство расположено в 7 километрах от поселка Бештамак. Провести сюда электричество стоит почти 20 миллионов тенге. Спустя много лет государственная программа «Дорожная карта занятости-2020» вселила в сельхозпроизводителей надежду. Установка ветряного генератора могла бы обеспечить их электроэнергией. Хотим, чтобы у нас работал ветровой генератор, который нам дали по госпрограмме. Первоначально его установили, уронили, он сломался. Теперь уже в течение 10 месяцев мы ждем результата, когда они восстановят. Базы надо освещать, и дома свет нужен, и теплицы хотели восстановить. После произошедшего ЧП на участке Лёли Сон осталось лишь основание генератора. Сами лопасти установщики забрали. По словам представителей Акимата, люди пострадали по вине недобросовестного подрядчика. Он выиграл тендер по госзакупке благодаря самому низкому ценовому предложению, но, видимо, не рассчитал свои силы. Теперь суд разбирается в этом деле. Я уже частную жалобу подал на него, и я думаю, что решится в нашу пользу. Мы там требуем, чтобы обязать его установить этот ветрогенератор, привезти новый, его поставить, чтобы признать его недобросовестным поставщиком государственных закупок. Насколько затянется судебное разбирательство, не знает никто. Люди находятся в ожидании почти год. И они готовы потерпеть еще лишь бы мечта о новых цеплицах и освещенных базах, наконец, воплотилась в жизнь. Елена Устимович, Буазмута Галеев, Айбек Даутов, Актюбинская область.